24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лица, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. С тех пор в миграционных службах МВД ДНР начался ажиотаж. Люди сутками стояли в очередях, чтобы подать документы на вступление в долгожданное российское гражданство. Сложилась сложная ситуация. Для ее разрешения по инициативе Министерства связи ДНР была разработана услуга электронной очереди. Мы все видели картинку, когда люди стоят днями и ночами, занимают очереди, ночуют в машинах возле стен миграционных отделений. И привести в соответствие, перевести людей с улицы в электронную очередь, это, мне кажется, первичная реакция любого человека, что в живом 21 веке хотя бы хоть как-то систематизировать этот процесс необходимо. Прежде всего был отклик от моего руководителя Владимира Игоревича Пашкова, который сказал, что это совершенно правильная инициатива, ее надо срочно реализовывать. Она была, эта инициатива поднята на совещание у руководителя администрации главы, и буквально в считанные дни мы смогли сформировать дорожную карту, которую подписали и руководство Министерства внутренних дел Алексей Саныч Дикий, подписала руководство стороны правительства ДНР. И, соответственно, мы взяли на себя обязательства по реализации этой дорожной карты. У нас было 20 календарных дней, и первые числа мы уже начали работать. Так, с 1 июля 2019 года ГП Почта Донбасса начало предоставлять услугу внесения персональных данных в автоматизированную систему электронной очереди. Теперь каждый гражданин ДНР при наличии паспорта и номера телефона «Феникс» может прийти в любой из 47 единых центров связи и записаться в необходимый сектор миграционной службы на определенную дату и время. Теперь каждый человек получил шанс выбрать себе дату и время, когда он 100% сможет попасть в отделение миграционной службы для подачи документов. Более чем удобно. Безусловно, были технические сбои. Я повторюсь, мы делали это в кратчайшие сроки, но тем не менее все эти трудности мы преодолели. Сейчас можно со смелостью говорить о том, что ажиотаж, который был буквально еще месяц назад за талонами, под едиными центрами связи, значительно снизился. То есть мы видим, что все-таки положительный результат от внедрения данного продукта налицо. Также Денис Неудачин подвел итоги за первый месяц предоставления услуги внесения персональных данных в автоматизированную систему электронной очереди. Вот здесь мы видим отчетливо итоги месяца. Итоги месяца всего, свободно выдано. Видим повышенный спрос на паспорты Ларинской народной республики и на паспорты Российской Федерации. Из особенностей, наверное, можно еще сказать о том, что для получения гражданства Российской Федерации можно обратиться в любую миграционную службу. Также хотелось бы сказать о том, что для того, чтобы записаться в электронную очередь, не обязательно искать по месту регистрации единый центр связи. Это можно сделать в любом едином центре связи, потому что все они видят онлайн, абсолютно наличие всех свободных талонов электронной очереди. Разработчики услуги не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать систему. Так, с 5 августа, по словам Дениса Неудачина, каждый гражданин ДНР, имеющий электронную подпись, которую также можно получить в единых центрах связи, будет иметь возможность оформить талон в электронную очередь, не выходя из дома. Такую функцию будет исполнять портал госуслуги.днр.рус. После оформления заявки на этом сайте в течение нескольких минут человеку приходит СМС с датой и временем, когда он может прийти в миграционную службу и подать документы на получение паспорта России или ДНР. Почта является прекрасным проводником между населением и государственными органами, поэтому видим в этом огромный потенциал и стремимся сделать все для того, чтобы нашему населению было удобно получать государственные услуги. Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ 29 июля в Донецке состоялось открытие Республиканской миграционной службы МВД ДНР по адресу улица Федора Зайцева, 46В. В отделении будет предоставляться консультативная помощь, а также возможность подать документы на гражданство ДНР и Российской Федерации, независимо от места жительства. Бывшее здание Республиканского миграционного центра находилось по адресу улица Ходоковского, 10. Отделение располагалось на третьем и четвертом этажах, что создавало неудобства в приеме посетителей. В новом здании проведен косметический ремонт и созданы все условия для комфортного обслуживания граждан и работы сотрудников. Здесь прием людей фактически полностью будет вестись на первом этаже. Два отдельных входа, оборудованы всем необходимым, включая пандусы для лиц с ограниченными возможностями передвижения. То есть 20 окон приема позволит нашим сотрудникам одновременно принимать 20 человек. В отделении будет осуществляться консультация, а также прием документов на оформление паспорта ДНР для всех граждан Республики, независимо от места жительства. Здесь уже располагается, называем, как оно есть, на сегодняшний день республиканская миграционная служба. И для подачи документов мы принимаем граждан со всех территорий нашей ДНР, подконтрольных. Имеется в виду все, что подконтрольные республики. Любой гражданин, независимо от регистрации и прописки, может обратиться сюда и получить административную услугу. Хоть на паспорт республиканский, хоть по любым другим вопросам, которые связаны с миграционной службой. Новое отделение миграционной службы уже начало свою работу, а сотрудники принимают в стена только что открывшегося офиса первых посетителей. Стоит отметить, что в новом офисе расположено отделение Центрального республиканского банка, что позволит гражданам оплатить необходимую госпошлину, не выходя из здания. Александр Мартынюк, Андрей Квасов, Новороссия ТВ. Правительство ДНР утвердило проведение переписи населения с 1 по 14 октября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте главного исполнительного органа. Документом установлен предельный срок проведения итогов переписи – второй квартал 2020 года. Ответственность за подготовку, организацию проведения переписи, а также обработку полученных сведений, подведение результатов и хранение переписных листов, возложенные на Главное управление статистики ДНР. Власти ДНР направили почти 50 миллионов рублей на реконструкцию контрольно-пропускного пункта Еленовка с целью обеспечения надлежащих условий для жителей республики при пересечении линии разграничения. Об этом говорится в постановлении правительства ДНР номер 72 25 июля 2019 года. В документе указывается, что генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству станет государственное предприятие «Стройресурс». Главным распорядителем указанных бюджетных средств определено Министерство доходов и сборов ДНР. На КПП Александровка началась реконструкция. Об этом сообщил заместитель председателя правительства ДНР Владимир Пашков. На данный момент там уже ведутся земляные работы на подходе отсыпка от 10 тысяч квадратных метров рабочей площадки. По мере того, как необходимая техника будет высвобождаться в Еленовке, ее перенаправят в Александровку, а позже в Горловку. Все это делается для сокращения времени строительства. Также зампредседателя правительства добавил, что всего в ДНР планируется реконструировать 4 КПП. Как сообщается на сайте Совмина, главное отличие строящихся пунктов пропуска – расщепление одного потока на несколько. Там отмечается, что оформление документов будет осуществляться не в одном-двух окнах, как сейчас, а в 10. Кроме того, на пунктах пропуска будут оборудованы навесы для пешеходов, туалетные комнаты, в том числе и лиц с ограниченными возможностями. Также все КПП будут оснащены системой видеофиксации, что поможет минимизировать случаи коррупции. Возникший по вине украинских военных пожар в поле на прифронтовой территории привел к детонации мин около контрольно-пропускного пункта Гнутова. Об этом сообщили в Пресс-службе управления народной милиции ДНР. Огонь распространился и достиг района пункта пропуска Гнутова. В результате пожара начали взрываться украинские мины, установленные в нарушении минских соглашений и международных конвенций вокруг пункта пропуска. Также в Пресс-службе отметили, что причиной пожара стала организована украинскими силовиками серия имитирующих обстрелы подрывов. На данный момент действия по тушению пожара не предпринимаются, а КПП закрыт на неопределенный срок. 2 августа в Доме правительства состоялось первое заседание осенней сессии Народного Совета ДНР второго созыва. К работе в сессионном зале приступил 81 депутат от фракции Донецкая Республика и Свободный Донбасс. В ходе пленарного заседания парламентарии поддержали инициативу Верховного суда по внесению изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики. Как рассказала главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола судебного департамента при Верховном суде Ольга Тарасенко, данный проект закона предполагает внесение изменений юридического и логико-стилистического характера. Также, согласно повестке пленарного заседания, депутаты внесли изменения в закон Донецкой Народной Республики о налоговой системе. Законопроект представила его разработчик, член Комитета по бюджету, финансово-экономической политике Ольга Грязнова. С принятием УПК возникла юридическая коллизия части применения полномочий органами доходов и сборов по выявлению преступлений в сфере налогообложения, поскольку это относится к компетенции МВД. В связи с этим возникло необходимость внесения изменений в закон о налоговой системе. В проекте изложен новая редакция пункт 1 статьи 22 в части определения органов доходов и сборов, а также включен пункт 6 и статьи 50. Кроме этого, в ходе заседания депутаты отменили необходимость лицензирования деятельности, связанной с эксплуатацией рентгеновских аппаратов в медицинских учреждениях и утвердили нормы, обеспечивающие государственный надзор в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Все законопроекты были приняты в двух чтениях в целом. Теперь они будут отправлены на подпись главе ДНР и вступят в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета. Виктория Полянская, Андрей Квасов, Новороссия ТВ Представители Киева в политической подгруппе в Минске выразили сомнение о возможности предоставления особого статуса Донбассу. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР полпредреспублики на переговорах в Минске Наталья Неконорова. Каждое заседание мы настаиваем на необходимость исследовать переговорной логике и приступить наконец-то к обсуждению порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера, его закрепления в Конституции и предоставления амнистии. Представители Украины вместо того, чтобы приступить к реальной проработке вопросов в политической повестке, саботируют процесс новым способом, выражают сомнения в сути особого статуса и самой возможности его предоставления. ПолпредДНР добавила, что такое отношение со стороны Киева демонстрирует либо непонимание одобренных ранее документов, либо свидетельствует о намеренном затягивании переговорного процесса. Также представители ДНР заявили о готовности обсуждать с украинской стороной новые участки разведения сил и средств в Донбассе. Наталья Неконорова выразила надежду, что на следующем заседании контактной группы, которая состоится 21 августа, удастся согласовать дату восстановления паритета на пилотных участках в Петровском и Золотом. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнега также прокомментировал прошедшие переговоры. Он отметил, что центральным для контактной группы стал вопрос согласования действий по ремонту моста в станице Луганской. Прежде всего, для обеспечения безопасности ремонтных работ необходимо провести разминирование и очистку территории от опасных предметов в зоне их проведения, обеспечить безопасность для строительной техники. ПолпредДЛНР также сообщил, что стороны пришли к договоренности и мероприятия по разминированию будут проходить параллельно. Кроме того, по словам Дейнега, удалось добиться от представителей Украины понимания необходимости проводить ремонт обрушенного пролета моста без остановки пропуска людей. Использование украинской армии ударных беспилотных летательных аппаратов против военнослужащих ДНР 1 августа стало не только грубым нарушением действующего перемирия, но и минских договоренностей в целом. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР полпредреспублики на Минской переговорной площадке Наталья Никонорова. В районе населенного пункта Октябрь 1 августа был применен ударный беспилотный летательный аппарат, который сбросил взрывные устройства, в результате чего трое военнослужащих получили ранения. Требуем от украинской стороны провести соответствующие разбирательства, применить санкции к нарушителям, а от мониторинговой миссии АБСЕ отразить факты проведения разбирательства и наказания виновных в своих публичных отчетах. Она добавила, что ДНР решительно осуждает действия украинских силовиков и расценивает их как диверсионно-террористическую деятельность. Ника Норова подчеркнула, что использование БПЛА в Донбассе является грубым нарушением договоренности, достигнутой в ходе переговоров контактной группы в Минске. 30 июля в рамках заседания Совета по развитию предпринимательства состоялся диалог между субъектами хозяйствования и представителями государственных органов, целью которого было урегулирование актуальных проблем и налаживание взаимоотношений для дальнейшей работы. Совет по развитию предпринимательства работает на постоянной основе и регулярно рассматривает обращения, пожелания и жалобы субъектов хозяйствования. Мы уже как бы завышали в рабочий режим, в рабочем росте, мы работаем на постоянной основе. Как я уже сказал, повторяюсь, к нам регулярно приходят заявки, обращения от наших предпринимателей, мы их систематизируем, группируем по различным проблемам и, исходя из этого, формируем повестку, проводим заседание. То есть пытаемся максимально услышать те проблемы, которые есть и максимально оперативно, быстро их решить в той части, где мы можем создать содействие бизнесу. По итогам прошлого заседания все замечания и пожелания со стороны бизнеса были учтены и отражены в законе об инвестиционной деятельности, который в ближайшем времени будет презентован в Народном совете. Темой данного собрания стало обсуждение вопросов, которые касаются регулирования цен на социально значимые товары. «Хотела бы еще раз акцентировать внимание, собственно, на чем мы настаиваем. Мы не настаиваем, а наше конкретное предложение, как Александр Анатольевич сейчас учил. Отменить государственное регулирование в целом по продовольственной группе товаров, оставить государственное регулирование для снятия социальной напряженности в части социально значимых товаров и расширить, уточнить список социально значимых товаров. Конкретное предложение у меня тоже с тобой, и мы тоже предоставляли, и предлагаем рассмотреть еще раз». Предприниматели могли не только задать интересующие их вопросы, а также предложить свои пути решения проблем, мешающих развитию их бизнеса. Все решения совета имеют рекомендательный характер и направлены на улучшение взаимоотношений между органами власти и предпринимательством. Александр Мартынюк, Татьяна Фомина, Новороссия ТВ 30 июля в Донецке члены общественной палаты провели круглый стол, посвященный проблемам лиц с ограниченными физическими возможностями. В обсуждении приняли участие представители органов власти, учреждений и организаций инвалидов. На сегодняшний момент Донецкой Народной Республики проживает более 100 тысяч людей с инвалидностью. Из них около 22 тысяч состоит на учете в Министерстве труда и социальной политики. Ежедневно им приходится сталкиваться с трудностями. Отсутствие пандусов, съездов или несоответствие их строительным нормам, а также недостаточно санитарно-курортных учреждений для оздоровления значительно усложняет их жизнь. Проблемы есть, проблем много. В первую очередь, конечно, это недостаточно социальное обеспечение людей с инвалидностью. Также есть проблемы с доступностью, с доступностью к объектам инфраструктуры, медицинской, социальной и так далее. Ну и тяжело нам, общественным организациям, сейчас работать, потому что есть ограничения со стороны законодательства, которые необходимо устранить для того, чтобы общественная инициатива, частная инициатива максимум, по максимуму приносила пользу гражданам ДНР с инвалидностью. Чтобы обсудить и найти решение проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями, членами общественной палаты при содействии с представителями организации учреждений по работе с инвалидностью был организован круглый стол. По его итогам было принято решение создать при общественном органе совет по вопросам инвалидов, в который войдут представители общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, в ходе круглого стола было принято решение о создании на сайте общественной палаты раздела для лиц с ограниченными физическими возможностями, где будет представлена важная информация для людей с инвалидностью. Дарья Шарапова, Андрей Квасов, Новороссия ТВ. В Донецкой Народной Республике начинается выписка бесплатного быт топлива для углеполучателей угольных предприятий, входящих в РП Донбасс углереструктизация. С 6 августа будет осуществляться прием документов на выписку черного золота для бытовых нужд. Главный специалист отдела социальных вопросов Министерства угля и энергетики ДНР Александр Гонкин рассказал, куда нужно обращаться, чтобы получить льготное топливо. Город Донецк, улица Кирова, 284А. Это АБК здания шахты Лидиевка. В городе Макеевка, улица Абакумова, 1. АБК бывшего предприятия Укргидрозащита. В городе Моспино, по улице Спортивная, 14. Здание общежития на первом этаже находится. В городе Инакиво, проспект Горняков, 5. АБК шахты Красный Профентерн. В городе Горловка выписка проходит по Углегорскому шоссе, 1. Это АБК шахты Александр Запад. В городе Торец также выписка, улица Ташкентская, 1. АБК шахты номер 3, Бис. В городе Снежное, улица Ленина, 8. АБК шахты Ударник. И в городе Шахтерск, улица Радищева, 7. АБК шахты имени 17-го портсъезда. Отметим, что в пунктах выписки БТОПЛЕВА необходимо предоставить ряд сопутствующих документов. В их числе копия паспорта, справки от газопоставляющей компании и о составе семьи, а также с места работы и от управления труда и социальной защиты населения. Полный перечень документов на ваших экранах. В отдельных случаях перечень документов может быть расширен. Прием документов на выписку бесплатного угля будет осуществляться с 8 до 17.00. В предстоящий отопительный сезон планируется обеспечить льготным топливом около 18 тысяч углеполучателей. Специально для этого действующими шахтами республики выделено более 51 тысячи тонн черного золота. Александр Мартынюк, Новороссия ТВ. 2 августа в Доме науки и творчества Ясиноватского строительно-монтажного эксплуатационного управления ГП «Донецкая железная дорога» состоялось торжественное мероприятие. Преуроченное ко дню железнодорожника. В нем приняли участие представители Министерства и транспорта ДНР, руководство и профсоюз работников ГП «Донецкая железная дорога», а также члены трудовых коллективов структурных и обособленных подразделений Донецкой магистрали. Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. В канун этого праздника проходит множество мероприятий, в рамках которых отмечаются особые заслуги работников, а также достижения этой отрасли. Одно из таких мероприятий уже началось с синоватой. В Доме науки и творчества ГП «Донецкая железная дорога». На сцене творческие коллективы, вокальные номера и стихотворения про профессиональную деятельность работников магистрали тронули души всех сидящих в зале. В рамках мероприятия лучшим работникам Донецкой железной дороги министр транспорта ДНР вручил грамоты. Он отметил, что работа железнодорожника является очень важной и при этом довольно сложной. А также выразил свои искренние поздравления всем трудящимся этой отрасли. В этот день хочу поздравить всех железнодорожников, которые празднуют именно в этот день свой профессиональный праздник. Пожелать им крепкого здоровья, творческих успехов, потому что очень много рационализаторских предложений внедряется именно железнодорожникам, которые используют технику. Пожелать им, чтобы сигнал на их светофоре всегда был зеленый, чтобы количество линий, которые электрофикация осуществляется, с каждым годом увеличилось и чтобы современные поезда двигались по нашим дорогам. Поэтому процветание, здоровье, благополучие, счастье. Для многих жителей нашей республики День железнодорожника является не только профессиональным, но и семейным праздником. Вызывает большие эмоции, потому что этот праздник у меня все родственники, все мои родственники, все мои родственники железнодорожники. Вагоны, депо, другие структуры, но тем не менее все мои родственники, все локомотивники, ну не локомотивники, все мои родственники железнодорожники. Наибольшее количество династий железнодорожников проживало и продолжает проживать в Ясиноватой, где расположен крупнейший железнодорожный узел, который, к сожалению, уже не так успешно функционирует, как до 2014 года. В Ясиноватой расположен самый большой железнодорожный узел Европы и, если не ошибаюсь, второй в мире. Да, в действительности, сейчас мы переживаем не самые лучшие времена, но мы живем надеждой на то, что скоро мы опять зазвучим, опять город Ясиноватый будет звучать как основной город железнодорожников республики, так фактически по всей Европе. В настоящий момент Донецкой Народной Республики железнодорожная отрасль только начинает заново восстанавливаться. После произошедших событий на Донбассе многие железнодорожные пути были отрезаны, а движения поездов в ряд направлений были остановлены. Но, несмотря на это, работники данной отрасли продолжают трудиться и уже сейчас видны результаты. Так, по сравнению с прошлым годом количество пассажирских перевозок увеличилось на 27%. По состоянию железных дорог, можно сказать, удовлетворительное состояние. У нас работает, нормально работает пассажирское движение, организованное пассажирское движение до станции Успенка Российской Федерации. Есть пассажирский поезд к нашим соседним городу Луганск. Очень много природных поездов, которые работают как раз между Ясиноватой, Яловайском, Дебальцево, Горловкой, Никитовкой. Но, несмотря на все трудности, железнодорожная отрасль в республике продолжает работать всеми силами. С каждым годом увеличивается количество профессиональных кадров, разрабатываются новые проекты по развитию железнодорожного транспорта и расширению путей. И все это становится возможным только благодаря тем, кому посвящен этот светлый праздник. Пятого августа в Луганске ожидается переменная облачность. Ночью сильный дождь. Плюс 21 днем, ночью плюс 12 градусов. В Северодонецке небо будет покрыто облаками. Возможен дождь. Плюс 13 ночи, днем плюс 20. В Волчевске переменная облачность без осадков. Плюс 20 днем, ночью плюс 12. В Мариуполе пасмурно возможен дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 13 градусов. В Славянске пасмурно без осадков. Ночью плюс 12, днем плюс 20. В Краматорске переменная облачность. Ночью ожидается дождь. Плюс 20 градусов днем, ночью плюс 12. В Янакиево погода будет пасмурной без осадков. Ночью плюс 12 градусов, днем плюс 21 градус. В Горловке переменная облачность. Ночью пройдет сильный дождь, который закончится к утру. Плюс 20 днем, ночью плюс 12. В этот день в Макеевке небо будет покрыто облаками, осадков не ожидается. Температура ночью плюс 12 градусов, днем плюс 21. В столице Донецкой Народной Республики день и вечер ожидаются пасмурными, без осадков. Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 12.